Итак, всем привет, с вами ДомГ. Продолжаем играть за Германскую империю в Первую мировую. В прошлой серии мы качнули очень важные нам технологии. Мы открыли самолеты за 2 года до того, как их нужно было открыть, да, как бы технически. Сейчас мы начнем нереально качать лодки, подлодки, если быть точнее. И вместе с этим, наверное, давайте кого-то тоже переключим сюда. И вместе с этим потихоньку шпионажем за французами и британцами и крадем у них чертежи. Тем самым бустя наши исследования и технологически, так сказать, получая преимущества над нашими противниками. Сначала я уже потихоньку строить войска, тоже. У нас есть Австрий-Венгрия союзник, у нас будет, скорее всего, Румыния союзник. И Османы, скорее всего, тоже будут нашим союзником. Так что, поехали. Началась Балканская война. Османская империя воюет с вот этим всем чудом. Не знаю, смогут ли они победить. В принципе, шансы у них всегда есть. Тут плюс-минус рандом, как они распределяют силы, наверное, да? Как, что, где пробьется. Ну, судя по всему, они проиграют. Конечно, неприятно, но особой погоды это им не сделает. А нам так тем более. Итак, закончили мы освобождать все наши колонии. Как освобождать? Делать из них... Мне кажется, я знаю этого человека. Знакомый лесу, да? Да, видимо... Видимо... Разработчики решили получить некоторую свободу действий, да? Интересно, это тоже кто-то интересный или нет. Но, в любом случае, этих ребят мы точно знаем, да? Так вот. Мы сейчас можем дать всем этим странам либо баф, либо чуть-чуть их промышленности, либо просто взять большую часть их промышленности. И я даже не знаю. Потому что вряд ли они реально смогут развить себе нормальную промышленность. Давайте посмотрим, что у нас прокачали вот здесь вот, да? Наши страны. Ага, здесь не наша страна официально. Окей, вот это наша страна. Но, в целом, они что-то там качают. Давайте дадим им баф. Все равно мы с вот этого вот мало что получим. Пускай они как-то четко качаются. Кстати говоря, мы уже смогли закрыть все морские доктрины. И... И духи. Таким образом, весь этот опыт будет использоваться для исследований. А потом уже, собственно говоря, почти что и некуда. Так, мы получили бонус в оружие пехоты. Давайте посмотрим, какой это. Это опять 300%. Посмотрите на это безумие. За 41 день мы можем сейчас исследовать. И это мы и сделаем, я думаю, вот здесь. А каски плюс еще атаку баф на себе. И нам не надо останавливаться. Нам надо лишь продолжать крась технологии. Насколько же кража технологии сильна в этой игре. Начала так, что тут немножко генералами заниматься. Шлифон у нас умирает, что поделать. На западе у нас будет вот этот парень фитильмаршалом. Потому что он блестящий стратег. И у него сразу есть атака артиллерии. И... Это вот максимум планирования. То есть он нам, в принципе, пригодится. Ему из-за блестящего стратега можно поставить прорыв. Прорыва в этой игре, очевидно, не хватает. И, возможно, просто плюс атаку. Посмотрим. Здесь будет генерал вот такой. Вот он пехотный. Он успеет прокачаться. Были варианты поставить кого-то повыше. Но здесь у них очень много бафов. Но не тех, что нам нужны. Да. Так что пока будет он. Он и подкачается. И быстро выкачает себе пехотный перк. А вместе с ним мы дадим ему пехота мастера. И пускай он дальше качается. На первое время я себе уже взял пехоту мастера. Вот этот парень. Он нас командовать не будет. Но баф пехоте нашей, конечно же, даст. И, я думаю, мы возьмемся крупные корабли. В принципе, этого должно хватать. На востоке у нас будет другой генерал. Как вы можете видеть, он тоже влетящий стратег. Герой войны без разницы. Но самое главное, у него есть мастер зимней войны. И более-менее полезный горный стрелок. И самое главное, мы сразу можем взять приспособленца. Это очень сильный баф. Очень он нам поможет здесь на фельдмаршале и на востоке. Преобразуем наши пехотные дивизии вот в такой шаблон. Они были до этого здесь еще с кавалерии, собственно говоря. И здесь у них не было артиллерии. Можно еще добавить гаубицы, но пока что у нас их не хватает. И я думаю, мы с гаубицами сделаем, скорее всего, отдельные дивизии. Хотелось бы в теории уменьшить их до 20. Да, но я думаю, что здесь очень много равнин в целом, да. Поэтому тридцатки здесь должны пойти более-менее нормально. И также я создаю тридцатки, которые будут пытаться, в крайней мере пробиваться. У них будет 160 атаки. У них будет не хватать немного организации, но мы с доктринами это кое-как исправим, да. Но самое главное, у них будет просто огромнейшая атака. Они будут заряжены гаубицами. И именно они будут у нас пытаться пробивать французские позиции. В России там укреплений столько нету. Там, я думаю, мы справимся с обычной пехотой. Здесь должны быть и укрепления в теории, и больше вражеских войск в теории. То есть там всякие Британии, Бельгии, в Италии мы здесь тоже как-то будем воевать, скорее всего. Не знаю, тоже надо будет туда помогать Австро-Венгрии и в Сербии тоже. Нужно нам много войск, так что готовим мы пока кучу обычных. И параллельно будем начинать, я бы сказал, целую армию нам нужно именно таких ребят, которые будут пробиваться. Ну да, вот Османская империя и проиграла, собственно говоря. Но мы в войне попробуем им вернуть территорию. Мы почти дешифровали полностью Великобританию уже. И возможно еще какую-нибудь Бельгию здесь вот тоже будем дешифровать. А потом и Россию. Мы также нашим колониям дали вот эти все бафы. Есть еще баф на этом поисследованию, но я не уверен, что есть в этом смысл. Да, в теории, в теории когда-нибудь они какие-то войска покажут. Кроме того, я вижу здесь вот наша Восточная Азия самая такая старенькая, самая чем-то заряженная. Она даже построила немножко кораблей. За годик, даже за, не знаю, полтора условно, да, в теории что-то они еще могут показать. Да, что-то они могут подстроить, какие-то микроединицы сделать. Но я их просто пока не планирую призывать в войну, либо призывать очень поздно. А пока мы пойдем вот сюда. Возьмем уже немножко политических фокусов перед самой войной. Но самое главное нам успеть побольше войск подготовить к этой самой войне. Хотим мы построить войну, ой, войну говорю, железную дорогу. Собственно говоря, с Османской империей, так полагаю, да, прямо от Российского залива. Но давайте, готовы ли вы начать эту войну? И 25, по-моему, да, это даст нам частичную мобилизацию. Сюда. Мы пока что продолжаем красть чертежи. И, возможно, получим еще один бафчик. Не знаю, может мы пробуем сюда. Может, я бы хотел на самом деле подключать еще вот эти вот технологии. Потому что они здесь дадут нам защиты прорыв. И то, и то нам очень полезно. А Балкан все время не утихают. И Болгария начала войну со всеми. Ну, я полагаю, что ее там закатают, да, без проблем. Так что, да, а мы наконец-таки доисследовали флот. И теперь можем поисследовать что-нибудь еще этими ячейками. И вот мы исследовали наши орудия. Так что добавляем их к производству. Немножко нам не хватает военных заводов, но... Наши фабрики все уже на них. Так что в один момент мы этот недостаток покроем. Ну и... Да, здесь тоже, видите, парселерий нам немножко не хватает. Тоже покроется. В принципе, нормально. Достроим мы военные заводы. И авиацию тоже начнем нормально производить. Также уже пора подкачивать пехотные техи. Здесь они чуть-чуть другие. Да, но все еще... Выбор. Я все просмотрел. Выбор все, чем я пал на вторую. Возможно, вот это тоже, на самом деле, было бы очень неплохой, да. Здесь есть очень крутые техи, объективно говоря. Но тут тоже, тут вот есть секретные техи на ночную наземную атаку. Я просто ждал его вот увидеть здесь. Но здесь его нету, да. И плюс-минус, все-таки вторая теха мне показалась поприятней. Тут вот видите, еще артиллерии наши убафаем. Но самое главное... Это если мы вот пойдем налево. Но самое главное, но справа здесь вот эта ночная наземная атака. Как бы, да. Ну и куча защиты и организации. То, что нам плюс-минусы надо. Единственная бесполезная бронетехника. Потому что бронетехники у нас нету. Но это уже пыль. Ну, в этот раз неудачно. Мы получили полевые госпитали. Первые от них. Это совсем не то, что я хотел бы, да. Потому что полевые госпитали я включать в своей армии точно не буду. У меня нету на это вообще никаких ресурсов. Так что пробуем снова. В надежде на лучший результат. Плюс 300% баф. И у нас подзакончились люди. Да, забавно. Так что мы повышаем наш призыв. Это даст нам некоторые дебафы. Да. Не самые приятные. Хотя и небольшие. Но мы продолжим наших людей деплоить на земле, в воздухе и на море. Что пока что мы, допустим, корабли вообще спустить не могли. Принимаем наш альянс Османскую империю. И надо бы уже набирать еще других союзников, да. Болгарию, Румынию вполне себе можно тоже в нас, в наш альянс позвать. И мы еще себе, кстати говоря, забавно, что мы после этого фокуса получили новых агентов турецких. Но нет, я специально нанял из России агента, чтобы потом его туда отправить. Но мы будем этим агентом поддерживать нашу, собственно говоря, сеть во Франции. Пока что давайте-ка вот так вот сделаем, чтобы ее с меньшим шансом обнаружили, да. И вот эти парни пока что в процессе кражи чертежей. А вот и Болгария вступает в наш альянс. Прекрасно, мы уже такие плотненькие. Это вот, кстати говоря, именно то, что мы позвали Турцию, дало нам шпиона. Потому что мы руководители разведсети. И можно что, позвать, я думаю, Румынию наконец-таки, да. И после этого мы возьмем авиационный культ, чтобы доктрину под минус 10% подкачать. Кстати говоря, нам, оказывается, очень не хватает поездов. Забавно, я вот этого не очень ожидал. Так что я начал еще параллельно подстраивать поезда. Но в любом случае сейчас основной фокус будет на то, чтобы достроить у нас артиллерию во все войска. Получить некоторый запас, в том числе и пехотного снаряжения. И отстроить нормальное количество самолетов. Направшись у нас военных советников, давайте дадим им. Непонятно, как кого, но я надеюсь, никого из тех, да, кого мы хотели в генералах здесь видеть. Как сказать, вот здесь вот генералы такие на реку через... Вот сюда отправляется, здесь он будет реки форсировать. Здесь парень просто хороший по статам. Да, плюс вот эти вот неплохие бафы. И здесь парень леса и болота, потому что он тут пойдет краски по лесам и болотам. Все очень логично. Мы уже подгоняем первое наше орудие, которое мы успели сделать. Да, второе будет в августе, нормально. И на самом деле у нас уже неплохой темп производства истребителей. И штурмовиков, штурмовиков на самом деле нет. Но мы еще добавим себе пехотного снаряжения побольше, чтобы покрыть этот минус. И на самом деле он не такой уж и страшный. Это просто у нас войска здесь в обучении еще очень много тратят. Очень много минусов создают. Но вот запасы точно нам дополнительные нужны будут. Кстати говоря, у нас тут можно резервные винтовки брать. Давайте возьмем полторы тысячи, почему бы и нет. Что он, кстати говоря, по операции скоро закончится тоже. Посмотрим, что мы получим. Мы получили новую артиллерию. На самом деле не так плохо, да. Я бы даже сменил уже. Потому что да, у нас все еще минус. Но войну мы начнем. Это не значит, что у нас сразу начнутся битвы. Напомню, это война позиционная. Плюс-минус. И преимущество еще во время войны у нас будет набираться, да. Так что мы сразу давайте щучнем красить еще какие-то чертежи. Вот так. И да, на самом деле реально неплохое исследование. Хотя, конечно, баф 300% в пехоту тоже очень привлекательный. Кстати говоря, мы уже на полную тут строим именно подлодки 16-го года. У них очень неплохие проекты. Куча торпедной атаки. При этом заметность маленькая, благодаря, собственно говоря, уровню и сноркелю. Что-то шноркель или шноркель? Ну-ка. Шноркель. Да. Убийство Франции Пардинадной. И, похоже, вот-вот сейчас начнется война. И вот оно. Июльский кризис. Кстати говоря, мы закончили вот эти вот исследовать бафы. Отлично. Давайте доисследуем. Хотя нет, здесь еще минус время, да. О, кстати говоря, у нас австрогерманское военное сотрудничество. Но единственное, что мы можем исследовать, это прототипы первых танков. Не самое хорошее исследование, объективно говоря, да. Наверное, давайте возьмем скорость строительства, потому что мы все еще и во время войны будем строить наши военные заводы. Подстраивая, кстати говоря, вот здесь вот узел снабжения, потому что снабжения здесь не хватает. А вот Сербия отказывается от требований Австрии. Ну и, я так полагаю, что да, пошло. Началась война. Я думаю, это можно подзакончить серию. В следующей серии мы уже будем исполнять план, собственно говоря, о шлейфе на Мольдке. Пробиваться через Бельгию во Францию. Именно в этом у нас будет прийти сначала капитулировать Францию. И затем уже будем мы справляться с Россией. Хотя и там, и там у нас генералы стоят очень хорошие. И в России, предполагаю, что мы даже смогли бы добиться успехов. Но снаряжение у нас ограничено. Авиация у нас очень ограничена. Так что спешить нам точно некуда. Флот нас тоже надо будет постепенно выводить. И начинать им действия. Ну а, ребят, с вами был Допгай. Подписывайтесь на канал обязательно, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok